Грантовая поддержка – это способ реализовать свои инициативы, какие-то добрые, хорошие, креативные идеи на качественно новом организационном уровне. В Труицком районе за 10 лет реализовали около 30 грантовых проектов. К примеру, вот уже два года культуру привозят в отдаленные села, туда, где нет возможности своими силами организовать концерт. Здесь нет клуба уже давно, поэтому они рады, когда приезжают артисты, тем более такой большой концерт на таком уровне. «Сказать артистам и всем – спасибо! Спасибо! Большой праздник, а еще объединение сил властей, коллективов, народных сообществ. Этот зал в Труицком ДК тоже появился недавно. Теперь это помещение молодежного центра, созданного по президентскому гранту, где подростки выступают, проводят мастер-классы, записывают ролики. Благодаря конкурсам в ДК отремонтировали пол, проводку. А в 2017 году с помощью фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева для работников культуры Троицкого района был организован тренинг по проектной деятельности. Провели его ведущие специалисты Алтайского края. И сегодня жители Троицкого района в своих селах строят детские площадки, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и благоустройством территорий. Очередная победа в этом конкурсе нам позволила заменить все пластиковые окна в Думе культуры. На втором этаже они у нас сильно большие, витражные, поэтому дорогостоящие темы. А в Косихинском районе благодаря НКО в селе Лосиха создали совет мужчин. Здесь, так скажем, его база. Сергей Недосейкин шутит, что ее и задумывали с кожаными креслами-бильярдом для статуса. А вообще совет занимается серьезной просветительской работой. В принципе, ей был создан совет для того, чтобы показать, повысить статус отца на селе. Именно отца мужчины как защитника семьи, как добытчика главного. Дети стали более уважительно относиться к мужчинам. И это лишь верхушка айсберга. Вместе с сестрой Светланой, худруком ДК, они пишут проекты для развития культуры всего села. Так, в центре Лосихи расчистили участок в 3000 квадратных метров и своими силами сделали зоны для отдыха, детских игр и спорта. Создали центр народных традиций, оборудовали ДК, открыли кукольный театр. По реализации проектов мы стараемся в первую очередь туда привлечь тех баловливых, скажем так, ребятишек, чтобы они все это почувствовали, все сделали своими руками. Поэтому у нас ничего не ломается. Проект закончился, да, команда собирается, пишет другой проект продолжения этого. То есть они у нас все живут. Мы понимаем, что собирать средства с населения это нереально на селе, где нет работы, да. Ну поэтому вот участвуем в различных грантовых конкурсах. Всего за несколько лет в Лосихе реализовали 8 проектов. В село привлекли более 3 миллионов рублей. Активисты НКО говорят, если вначале жители относились к ним с подозрением, сейчас доверяют и даже помогают. Интерес к грантовой деятельности растет. В этом году в конкурсе на президентские гранты на его первом этапе участвовало 10 тысяч НКО. Уже во второй части конкурса участвовало более 12 тысяч. Видно, что это приносит пользу, люди сами это чувствуют, поэтому активно включаются. Вот и жители Заринского района тоже решили проявить инициативу. Объединились, чтобы создать некоммерческую организацию и выигрывать гранты. Начать планируют с культуры, она в Галухе развита. Вместо МДК занимаются 7 творческих коллективов. Люди готовы писать и реализовывать проекты, чтобы была возможность улучшить условия, обновлять костюмы и ездить на конкурсы. Наша музыкальная школа выигрывает международные конкурсы, дети, призеры. Вот нас приглашают их в Италию играть. За помощью и советом обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. У жителей Галухи возникли сложности при регистрации НКО, сборе пакета документов и их оформлении. Необходимая методическая и организационная помощь была оказана. И уже в следующем году селяне смогут участвовать в грантовых проектах. Елена Кузовкина, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.